У землян много богов, за всю историю человечества их было десятки тысяч, и многие из них истинные или же выдуманные по-прежнему продолжают появляться. Удивительно, однако, если брать мифы, историю и религии людей за весь период своего существования, боги людей были всегда одинаковыми. Они имеют одни и те же черты характера, у них одинаковые действия и плюс-минус одинаковые способности, но главное, они одинаково себя ведут по отношению к человеку. Не существует богов или хотя бы одного бога, который был бы слабее человека, не существует бога, которого когда-то в одном из своих мифов убил бы человек, только если в нем нет части божественной крови, не существует богов, которые бы жили столько же, сколько люди, и страдали бы как люди. Бог это всегда или полностью, или наполовину нечто метафизическое, способное сопротивляться физическим параметрам материальной вселенной. Для богов не проблема быть в мире материи и метафизики, в мире живых и мертвых. Боги создают вселенные, планету, других богов, человека. Человек на это не способен, и главное, никогда бог не создавал ничего, включая человека, чтобы этому служить. Все боги создают реальность и тех, кто ее наполняет, чтобы они служили им. Боги не будут горевать из-за смерти любого из людей. А теперь представьте, если мусульмане узнают, что Аллах умер, а Христа убили окончательно, без воскрешения. Для многих людей это будет абсолютный конец всей их реальности. Полный крах всего, ради чего они существуют. Боги или бог, это всегда по умолчанию нечто, что всегда, будь то добрый бог или злой, сильнее человека, и мы не можем защититься от них, только лишь верою в одного бога, который защитит нас против другого. По большому счету, такой же расклад распространяется и на все живое, не только на человека, но и на флору и фауну. Ничего не может быть сильнее бога, так говорит сам бог. Бог и боги, причем для них это вопрос настолько болезненный и принципиальный, что они постоянно настаивают на этом. Богов, безусловно, разных очень много, однако среди них есть тот, кто создал нашу реальность. Такой, какой мы ее видим, со всеми своими плюсами и минусами, с хорошим и плохим. Бог тот, что стоит выше тех, кто непосредственно является богом для людей, это некий бог нашей вселенной, для которой мы лишь мельчайшая незаметная деталь возникновения и исчезновения, которой не вызовет никаких эмоций совсем. Тот, для кого реальность пластилин, а мы лишь кровавое тесто, которое перерабатывает почва, планета, солнце, холодная и такая пустая и одновременно абсолютно заполненная вселенная. Сегодня вы узнаете о жутком боге, материальной и незримой вселенных, в которой обитает человек. О монстре, который создал реальность, где нет и не может быть добра и зла, более сильного, чем он сам, ведь это его реальность. Сегодня вы узнаете о сути пожирателя миров, того, кого еще называют Демиург. Бог ваших земных богов, которого нельзя, просто невозможно победить. Ну или вы на канале Нулевой Пациент, подпишитесь, пожалуйста. Сегодня будет очень интересно. Начнем. Тот, кто достоин называть себя богом, кто не позиционирует себя так, кто не нуждается в том, чтобы им быть, кому не нужно поклонение, и для кого человека парыш, клетка и галактика по значимости одно и то же зовется источником. У него нет пола или внутри скрыты много начал, в том числе и мужское, и женское. С другой стороны, источник вне этих категорий и всего, что мы знаем. Он очень далек от всего земного, и во Вселенной гигантское количество форм существования, куда более близких к нему, чем мы с вами. Многим землянам, так сильно любящим персонализированных богов с ручками да ножками, с полом, какие-либо определения, не ассоциирующиеся с человеком, не нравятся. Если бог людей предстал в образе голубя, то это лишь временно, и далее он вновь вернется к человеческому образу. Человеку легко верить в то, что он видит в зеркале. Именно поэтому земные боги ведут себя, как ну очень просто могущественные люди, ничем особо не отличающиеся от других людей. В большинстве своем они такие же тупые и кровожадные, как и люди. Источник слишком далек от каждого из этих определений. В истории мировых религий мне известны лишь два определения, которые близки к определению источника. Первопричины реальности и всех смыслов. Первый – это у гностиков бог, существующий вне нашей материальной и нематериальной реальности, тот, кому определение бог не подходит, оно ему не нужно. Второй – это некий Нуну, египтян, первобытный океан хаоса, из которого возникла реальность, который сотворил всех богов. Вот он держит ладью, на которой находятся все те, кто возник из Нуна вместе с реальностью. Все эти боги. Однако, в любом случае, все, кто называет себя богом, лишь под ним, а не над ним или рядом с ним. Мы, люди, совсем не созданы по образу и подобию его. Мы созданы по образу и подобию совсем другого существа, куда более жуткого и во многом более глупого, чем многие из людей. Может, прям немногие, но парочку более мудрых найдется. У источника есть его эманации и духовные существа, ионы, скажем так, формы его проявления. Так утверждают гностики, и они весьма близки к правде. Однако, вы должны знать, что фанатичного дурачья очень много всюду, включая и гностицизм. И среди этого дурачья были те, кто претендовали на истину и писали книги с признаниями. «Нет, все не так, а на самом деле вот так». Таким образом, в гностицизме появилось огромное количество пустого, повторяющего самого себя, ничего не значащего бреда, который ничего не дает, ничего не объясняет и не придает ничему смысл. Именно так появился весь этот бред. Эманации или ион – это проявление источника, или отдельное существо, или одно и то же одновременно, «А есть душа, а есть дух, а дух – это не душа, а дух – это от источника, а душа – от демиурга». Короче, пустой, бессмысленный бред людей, заигравшихся в тайные истины и знания, которые не имеют места быть в реальности, вводящие людей от правды, превращающие истину в кашу, от которой тошнит из-за ее пресности и бессвязности. Если по-простому и по-понятному нормальному человеку один из этих ионов, духовных существ, источника с женским проявлением по имени София, что означает для гностиков «верховная премудрость», ослушалась источник и решила создать, или иными словами, родить на свет существо вне источника, и ей это удалось. «Увидев его, она ужаснулась, так как существо постоянно менялось, выглядело, как змея с головой льва, из глаз которого били молнии». Вот как его изображали гностики. Согласитесь, весьма удивительно, с какой стати вдруг существо до создания планеты Земля, человека и зверей выглядело сразу, как нечто земное, змея и лев, что звучит и выглядит как абсурд. Скорее всего, те, кто создавал этот образ, хотели таким образом выразить и описать мерзость. А именно мерзостью оказалось создание Иона Софии. Мерзостью это нечто было, потому что в нем не было частички источника, его искры. Итогом рождения такого существа без души оказалось то, что некто, кого потом начнут звать Демиург, тот, кого я называю пожиратель миров, не способно любить. То есть оно не не хочет любить, нет, оно не способно на любовь, на то, чтобы ощутить это чувство и на то, что оно потом порождает веру, надежду, смыслы и стремления. Ничего этого в нем нет. А что есть на этом месте? Понимание, что ты не можешь быть подобен источнику, никак. Ты, быть может, сможешь делать, что делает он, или очень близко к этому, но никогда не будешь тем, кем является источник. Не знаю, можно ли пожалеть такое существо и можно ли упрекнуть за такой поступок Ион София, однако та вместо того, чтобы решить эту проблему, изгнала свое мерзкое создание из мира, где существовала она, другие Ионы и источник. Шикарный план. Не видишь проблему, значит, ее нет. Очень ответственное отношение к собственным поступкам. Весьма интересно, куда изгнала Демиурга София, если тот еще ничего не создал. Но факт остается фактом. И вот тут начинается самое интересное, так как, ощущая себя несовершенным, Демиург или Пожиратель Миров, осознавая свою ущербность на фоне создателей, решает, что ему не нужна никакая любовь и то, что это чувство порождает, чтобы создать вселенную или, скажем так, реальность, лучшую и более совершенную, чем те миры, которые создает источник. Следует заметить, что порожденное противоестественным путем существо, неспособное любить, имело не очень хорошие качества характера, которые и породили его дальнейшие действия. Демиург злой, склочный, воршливый, но справедливый, разделяй и властвуй, наказывай и так далее. Это все о нем. Короче, он вполне обыденное по характеру любое земное чмо, с большими деньгами, властью, постом, возможностями, только более продвинутая, с большим количеством функций. Вот и все. Больше никаких отличий нет. Далее это нечто создает Архонта вместе со Вселенной, по-простому ангелов, которые будут подчиняться ему. Они очень могущественны, они глупенькие и тупые, управляют людьми и всеми остальными существами. Все пороки и мерзости, которые мы совершаем, совершаем по их указке. Так как они идеально знают, что такое человеческое тело и как им манипулировать. А тело это нечто греховное. Почему? Потому что далее Демиург создает все, что вы видите вокруг, всю материальную и нематериальную Вселенную, все, что в ней есть, а также первых людей, Адама и Еву. И в отличие от него самого, чтобы все правильно работало, он создает человека, заключая в нем дух источника. Именно поэтому мы умеем любить и сострадать. Многие из нас могут быть лучше Демиурга, и именно из-за этого он не очень любит нас. Ведь в нас есть то, чего у него нет и не может быть. Но главное, Демиург, что с греческого переводится, как мастер, создатель, ремесленник, это объективное зло, негатив, и нечто темное в сравнении с истиной и источником. А значит, вся Вселенная, которую он создал, это тьма. Наша жизнь не может быть чем-то хорошим, ведь мы живем в реальности, где тот, кто ее создал, этого не предусмотрел. Это как если бы реальность создавал дьявол, сатана, чистое зло. Вот кто такой Демиург, вот кто такой библейский бог Яхве, по мнению гностиков, вот кто такой бог авраамических религий. Тот самый бородатый, крепкий старик, строгий, безжалостный, благодарящий за верность. Именно поэтому источник послал к Адаму и Еве добро, а именно змея, чтобы они вкусили плод с древа познаний добра и зла, чтоб те узнали, что Демиург не бог, а самозванец. Они это узнали, и Демиург не пережил того, что кто-то не считает его единственным богом, изгнал их из рая и лишил вечной жизни. По гностицизму, кстати, рай это тоже тюрьма, такая же, как и ад, созданная, чтобы праведники не смогли вернуться к Источнику. Здесь я с гностиками согласен, ведь истинный рай это решать после смерти свою участь самому, куда отправляться, когда, кем быть, что делать. Прошу впечатлительных не печалиться, так как Источник посылает сюда, в нашу Вселенную, своих ангелов и даже несущих свет, а именно Люцифера, а именно Христа, чтобы бороться за нас, разбудить нас. Вот кто такой Демиург, истинный бог этого мира, князь мира сего, зло, которое создало нас и все вокруг, а значит ничего положительного из этого никогда не слепишь. Хотите слепить, хотите победить это, создайте, как Демиург, ремесленник, что-то свое. Если это было создано один раз, то почему такой же функцией нельзя воспользоваться вновь? Таково представление о неком Демиурге было у гностиков. Если взять другие религии, там боги такие же. Все поголовно мужики, злые, строгие, требующие верить в них и любить, иначе мучения после смерти или даже при жизни. Но является ли пожиратель миров, хозяин ферм, таким на самом деле? Честно говоря, все, что рассказывали гностики и не только о богах, было рассказано много тысяч лет назад. И все, что было рассказано, соответствовало тому времени. Интересно, существам разумным из других галактик, например, из Туманности Андромеда, рассказывает тот же миф о реальности, что и нам. И когда они видят змею с головой льва, для них это тоже плотоядное и пресмыкающееся, или нечто на уровне твари из фильма «Чужой», как для нас? Правда, нам повезло, что сам Демиург, создатель Вселенной, выглядит как земные два существа. Мы такие особенные земляне, и все другие существа во Вселенной нам завидуют. Дико в наше время, при наших знаниях и возможностях воспринимать все, без исключения сказанное, во всех религиях, много сотен и тысяч лет назад за чистую монету. На это способны только идиоты. Голуби в виде Бога, ад под землей, змей с телом льва, София, которая вместо того, чтобы исправлять свои действия, просто выкинула мутанта, который, между прочим, не виноват, что он такой, он не просился у нее на свет. Все это чушь, интерпретации не очень образованных людей, которыми тогда были все, даже мыслители ввиду недостаточного уровня научных знаний о вселенной и субатомном уровне. Пожиратель миров не дурак. Он очень хорошо знает, для чего он делает то, что он делает. И это отнюдь не напакостить источнику, нагадить в пакет, поджечь, поставить под дверь, позвонить в дверь и убежать. Конечно же, он не создавал людей, потому что он не стал бы морочиться с одним видом на одной из планет его вселенной, уделять так много внимания виду, который существует по разным оценкам от 500 тысяч до 50 тысяч лет. Система должна работать сама, она должна быть универсальной, прямое оперативное управление не осуществляется даже хозяевами крупных корпораций и компаний на планете Земля. Что уж тут говорить о такой дурости, как личное создание чего бы то ни было во вселенной, когда ты бог. Итак, жратель миров действительно существо, не способное любить. Способное бояться, получать удовольствие, ненавидеть, но любить не способное. Именно поэтому мир такой, какой он есть, он не кажется ему кривым, для него чувство любви как аномалия, мутации, которую он не может понять. Его вселенная очень складная и красивая, совершенная для него, для нас это бред сивой кобылы. Как можно было создать вселенную так, чтоб человек не был способен покинуть планету без сохранения климата и параметров планеты, поддерживающих жизнь человека внутри летающего корабля или скафандра. Вне этого любая биология дохнет, уже на высоте сколько? 10-15 километров над землей. Гравитация тоже полезная штука. Чтоб покинуть свою ферму, нужны огромные затраты финансовые, трудовые, материальные, научные. Момент, когда человечество хотя бы сотнями сможет покидать Землю, хотя бы на месяц или два придет очень нескоро. Каждая планета и для каждого вида, которому эволюционно подходят биологические условия планеты, их планета гравитационная тюрьма, покинуть которую возможно будет через очень много сотен тысяч лет, если не миллионы развития вида. При этом, скорее всего, им это даже не удастся. Трилобиты существовали сотни миллионов лет, динозавры существовали десятки миллионов лет, человек существует, Homo sapiens, как я уже говорил по оценкам науки, от 500 до 50 тысяч лет. На фоне тех, кто существовал до нас, если вдруг возникнет какой-то катаклизм земной или всех уничтожит метеорит, мы секундная пыль, которую никто не заметит. А сколько таких событий произошло во Вселенной? Сколько такого могло быть на Земле, когда после извержения вулканов или ледникового периода могло не остаться ни одного следа существования цивилизации? О да, пожиратель миров создал потрясающе, чудесную тюрьму, матрицу, симуляцию, работающую по его правилам, удобную именно для него, свободно и спокойно перемещаться по ней, по симуляции, по ферме, будут лишь те, кто обеспечивает правильную и очень четкую работу его симуляции для достижения нужного результата. Пожиратель миров существо, живущее в метафизическом мире, способное влиять на материю и создавать ее. Но как? Он же не может делать это вечно. Батарейки же должны однажды садиться у всех, если по умолчанию есть боги, у которых аккумулятор вечно заряжен на сто процентов и им все нипочем, то зачем тогда вообще жить без преодоления, без процесса восхождения и нисхождения? Реальность неинтересна и скучна. Это как заработать все существующие деньги мира и купить все товары на них. Все, потолок, ничего нового не будет. Конечно же, батарейки могут садиться у всех и у богов они могут сесть окончательно. А Демиург это творец, ремесленник и ему нужно продолжать создавать дальше. Из чего же он создает реальность? Каков материал, который является строительными блоками реальности? Сознание, источник реальности, без сознания измеряющего и наблюдающего процессы процессов не существует. Во Вселенной всего одно сознание, это источник. Словно гигантский радиосигнал, оно распространяет лучи, частицы, волны, сознание всюду. Живая материя, созданная пожирателем миров, появляется, улавливая сигнал источника. Так появляется жизнь с частицей источника, с тем, что есть в нем сам он, но чего нет в пожирателе миров. В гностицизме есть понятие душа и дух, и относительно этого в гностицизме есть массу идиотских объяснений того, что это и в чем разница. Это все чушь. Слушайте, дух это тело источника, сигнал чистого сознания, душа это личность, грани характера, пол, который приобретает это сознание, находясь внутри органической и неорганической материи. Чем дальше мы от источника, тем больше мы это мы, чем ближе мы к нему, тем больше мы это он. В гностицизме есть такое понятие, как частицы божественного света. Их нужно собрать и вернуть источнику. Чтобы их собрать под сигнал источника, их сбор были созданы машины, аппараты, приборчики для сбора частиц божественного света. Когда источник заключен в плоть, он может их собрать, потому что он и создал их. Но человек после смерти не вернется к источнику, у него есть перерождение, рай и ад. Все это вольеры фермы, ее продолжение, и никто никуда не уйдет, так как частицы божественного света будут собраны пожирателем миров из приборчика, а потом он должен работать снова. И чем дальше мы от источника, чем дальше мы душа, а не дух, тем больше мы хотим остаться здесь, бороться за эту реальность, бороться за свободу тут внутри, не понимая, что невозможно сделать это, когда вокруг все заскриптовано, и такой вариант здесь не вшит, борьба это иллюзия, но ведь есть те, кто здесь от источника, борются за людей, зачем, видимо, все же есть какой-то смысл, пожиратель миров пополняет батарейки, потому что благодаря частицам божественного света, как их называли гностики и элементу, как их называю я, а как я называю, называть правильно, он может создавать реальность физическую и метафизическую, которая является защитой для него, благодаря ей он постоянно пополняет аккумулятор, и этот вечный двигатель его защищает, вся эта вселенная, вся эта симуляция, это его орудие защиты, ведь если вдруг батареи сядут, София исправит свою ошибку, не так ли? И ты не можешь этого допустить, ведь то, что создано источником, как и сам источник, не может не существовать, а то, что им не создано, что не имеет в себе того самого сигнала сознания, можно выключить навсегда, без каких-либо иных форм, не так ли? Какой ужас! Тяжело представить себе кошмар, испытываемый существом, знающим, что в мире бесконечности единственный, кому она не может достаться, это лишь тебе одному, жуть! Увы, прибор по имени человека, как и все остальные приборы во Вселенной, созданные по образу и подобию хозяев фермы, конкретной фермы, в физическом мире созданы таким образом, чтобы не быть способными генетически занять место фермеров, не говоря уже о пожирателе миров. По крайней мере, это касается физического бытия в мире метафизики, все иначе. Но душа за долгое время существования как душа, а не дух обрастает таким количеством деталей, памяти, историй, что вне тела с большим количеством божественного света в мире метафизики жить очень интересно и легко, до момента, пока батарейки не сядут. А они всегда сядут быстрее, чем у хозяев фермы или же самого пожирателя миров. Мысль о том, что не планета Земля, а материальная Вселенная это ферма мне приходила давно и очень пугала меня. Я думаю, это так и есть. Вселенная это в принципе ферма. Многие приборчики умышленно и неумышленно пытались и пытаются переключить на себя потоки частиц божественного света, потоки элементов в надежде зарядить так батареи, что это позволит сразиться и с фермерами, и с пожирателем миров. Наверное, у кого-то это выходило. Кто-то просто пытался сбежать, миновав ад и рай, желая вернуться к источнику. Для гностицизма, кстати, это главная цель. После смерти вернуться к источнику, миновав все барьеры и вольеры фермы. Второй способ, наверное, более правильно, нежели борьба. Но дух, ставший душой, если он проходит правильный путь, думает, как же я их там всех оставлю, им же так плохо, и я должен сделать что-то, чтобы это изменить. Революционеры, романтики. В этой вселенной тебе при жизни не летать без крыльев и без двигателя, только сверху вниз. Чем выше точка, с которой начинается полет, тем печальнее результат. Тебе не жить 300 лет, будучи молодым и энергичным. Тебе не удастся многое, но кое-что ты можешь. Каков потолок возможностей? Ходить по воде, воскреснуть, исцелять. Каждому свое. Самое важное, на что способны частицы божественного света, а именно элемент, который впервые в науку вплел великий Франс Антон Мессмер, создатель гипноза. Я не предлагаю людям хватать звезды с неба. Я предлагаю оставить себе то, что мы добываем, что принадлежит нам и использовать для создания своей реальности, а не чьей-то. Если так сделать, то может получиться для начала это. Меня зовут Ирина и я хочу оставить свой краткий отзыв о прохождении курса Петра Крыжановского элемента. Я могу сказать, что у меня исполнялось все то, что я себе намудрила и исполняется до сих пор. Это не какие-то огромные яхты, миллионы. Нет, это обычное желание путешествовать, быть здоровой и иметь стабильную зарплату, хорошую работу, повышать постоянно свой жизненный уровень. И удивительно это происходит. Я не знаю, как это происходит. Я благодарна за то, что это в моей жизни есть. Я желаю вам пройти этот курс. Вы никогда об этом не пожалеете. И если вы честны в своих помыслах, верьте мне, ваша жизнь изменится. Удачи вам! Ты был создан человек, чтобы с тебя собирать элемент, частицы божественного света, и чтобы без спроса у тебя его забирать. Просто с ним, когда у тебя его много, с тобой реальность вынуждена будет считаться. Как только ты себе его оставляешь и тратишь его правильно, твоя жизнь меняется, и ты получаешь в ней то, что хочешь. О да, путь, чтобы обнаружить этот принцип занял у меня десятки лет. Сейчас я с гордостью обучаю людей этому увлекательному и интересному пути. Результаты феноменальны, как ни у кого. Как в этом убедиться? Ну даже не знаю, сотни видео, отзывов от реальных людей, которых нет ни у кого. 6 января в понедельник 2025 года начинается шестой по счету курс по накоплению и использованию элемента того, что единственное способно дать каждому возможность стать демиургом в понимании этого слова, какое оно было у греков, ремесленник, создатель, мастер, тот, кто создает свою реальность по образу и подобию своему. Лишь элемент дает реальный результат и достижение желаемого, без него ничего не будет, или вы копите элемент сами или качаете из других. На курсе мы в полной мере обучаем этому, как и многому другому, что помогает максимально эффективно использовать элемент. Курс 1, два формата, 49 дней и плюс 41 день, все вместе 90. Очень хорошие условия участия сейчас. Курс вы сможете проходить в удобном вам графике. Группу курса веду лично я, возможно, в последний раз. Кого заинтересовал курс и есть желание его пройти, переходите по ссылке в описании под этим видео в группу в телеграм, читайте условия и пишите в комментариях курс и с вами сразу свяжутся. Если по той или иной причине нет возможности пройти курс, а это сделать желательно, можно прочитать книги «Восхождение и заговор», где раскрывается суть элемента и его возможности. Чтобы заказать книги, также переходите по ссылке в описании под видео в группу в телеграм и пишите в комментариях книга или курс и книга и с вами сразу свяжутся. До встречи на курсе и в группе в телеграм. В любом случае, со мной или без меня, тебе нужно оставить элемент себе. Без него реальность не будет считаться ни с тобой, ни с кем. С ним она сделает это с удовольствием. Слышишь, а что тебе в этом видео не было? Чего? А я смотрел просто видео твое. Интересно было, как ты про папу своего рассказываешь, антихристеныш. А ну языки! Перестань, паша! За обслуживание гигантской вселенской фермы, хранителей и хозяева фермы, отдельной фермы или же групп ферм в физическом мире весьма щедро поощряются пожиратели миров. Они имеют все то, что позволяет им называть себя богами. Безграмотный скот на ферме истерзанный жизнью стоит на коленях, чтобы за верность их поощрили хотя бы чем-то хорошим после смерти. Но этого не будет. Это ловушка. Религии сдохли, умерли. Гностицизм в том числе. Знаю, что эта формулировка многим не понравится, но мне на это наплевать. Я хороший человек и делаю благое дело, призывая людей быть реалистами и любить самой чистой и жертвенной любовью тех, кто рядом, кто нуждается в этой любви. Только так человек обретает смысл, любя то, что любит и согревает его, а не то, что его используют. Религии сдохли, потому что они справились с нынешней реальностью, и это неудивительно. Было бы странно, если бы старые методы лечения или поощрения и наказания применялись бы сейчас. Те, кто сейчас так делает настоящие дикари, и религии у вас дикарские, древние. Гностицизм, истинная религия, гнозис, истинное знание, но он должен быть вычищен, эволюционировав, дополнен новыми правдивыми данными, соответствующими времени и истины. Теперь истинный гностицизм, истинное знание, то есть гнозис зовется асентия, от латинского восходить. И вскоре, спустя много тысяч лет, будет написана первая гностическая библия, где будет содержаться правда об истинной сути вещей, о том, кто ты человек и что есть вселенная вокруг тебя. Если ты хочешь узнать об этом больше в следующем видео, напиши об этом в комментариях. вместе со всем тем негативом от хейтеров, который сейчас будет там писаться. Но, ребят, я уже говорил 20 раз, простите, в комментариях работает модератор, поэтому едва ли кто-то это прочитает, кроме модератора и вас, людей, которые пишут всякие гадости. Друзья мои, я могу вам пожелать только одного добра, любви и света. Если вы посмотрели это видео, вы и есть настоящее сопротивление, скоро будет новое, еще более интересное видео. Просто поймите, однажды, мне кажется, в этом мире должен быть прецедент, хотя бы один раз, когда будет создано учение, движение, религия, мне не нравится это слово очень, но будет создано нечто, где оно будет создано человеком или людьми, которые по итогу никого не обманут. Я считаю, что так должно быть хотя бы один раз, чтобы люди убедились, что не все еще окончательно прогнило. И когда ты этого желаешь, когда ты хочешь этого прецедента, то, наверное, можно начать с себя. если ты не видишь вокруг того, чего хочешь, если ты не видишь вокруг добра, то попробуй стать его источником. Ну вот, вперед, возьми, сделай и покажи, что может быть иначе. Ну, я попробую. Попробую. Продолжение следует...